с приветом набутов нет я еще раз благодарен за звонок из минска я возможно эта история получит еще и подтверждение что к я насколько понимаю это вообще было накануне вечером произнесено потому что в беларуси это я знаю нет вместо трансляции финала лиги чемпионали лиги европы манчестер юната вели реал показывали запись выступления лукашенко да облагодетельствовал мужскую часть сразу набрал очков у избирателя ты расскажи еще раз что значит там тающий сатый наталья из минска написала нам о том что вчера действительно на выступлении в минске в беларуси лукашенко выдал фразу но это близко к оригиналу что это то что сейчас происходит война в этой войне беларуси не выиграть но в этой войне беларусь в состоянии по словам лукашенко нанести сопернику непоправимый урон вот пожалуйста такие такое заявление ну мы его расшифровываем как если что мы сами у себя взорвем атомную электростанцию на территории и останемся как бы непобежденными еще раз об этом написал наш слушательница наталья и запад накроет и восток да и друзья тему очень хочется закрыть тему которую активно используют разнообразные пропагандистские сми о том что якобы роман протасевич главред нехты задержанный в минске служил в азове спасибо большое нашей слушательнице из украины которая написала что заколебали с этим воеванием в азове вчера выступил командир азова и сообщил это вот откуда фотографии которые демонстрируются что протасевич действительно к ним приезжал но он приезжал к ним как журналист выполняя свою профессиональную работу освещал что происходило и не более заявление командира азова поэтому давайте с этим давайте с этим тему закроем да еще это кстати вообще интересный кейс ребята давайте сейчас я даже не знаю согласишься со мной или нет имеют ли какие-то трудные моменты в биографии в прошлом неоднозначные даже даже если протасевич воевал батальоне азов на территории другого государства за свои там и идеи как бы они нравятся нам или не нравится участвовал гражданской войне на одной из сторон и какое не имеет отношение к текущей ситуации к его профессиональной работе сейчас никакого точно также можно наоборот отмотать вот возьмем наших депутатов государственной думы оправдывают ли спортивные успехи прошлого или какие-либо достижения те в общем преступные инициативы которые периодически инициаторами которыми они являются вот согласись да это такая же ситуация к наоборот перевернуть ну про алексея анатольевич сюда же можно вспомнить которому приписали не не приписали которые припомнили некоторые высказывания было дело наше министр культуры с постами десятилетней давности да то есть тут такая тонкая штука то не просто хорошо меняется человек или не меняется короче здравствуйте 731 наш телефон студии сейчас другие новости добрый 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 здравствуйте еще раз вот это вам звонит александр вы меня зачем-то называли вашим постоянным слушательным что меня несколько оскорбляет я вас слушаю на минут 20 день пожалуйста дослушайте прошу так вот тема протасевича она ее закрывать не надо что вы говорите он воевал именно батальоне азов провели журналисты украинские расследования анатолий шарик выложил интервью с этим персонажем значит его в котором он признавался в участии боевых действиях поэтому вы пожалуйста не врите нельзя так это нехорошо саша мы не можем не надо нас обвинять пожалуйста мы вот оперативно оперативно смотрим чтобы какая связь с тем что происходит воевал он лет какая разница большая связь вы вам человек задал вопрос как вы лично относитесь мне не нравится что мы это озвучили александр неправомерность того что сейчас делают с протасевичем неправомерность того что сейчас делают с протасевичем на это играет для этого какое-то значение служил он в азове или не служил играет решающее значение почему потому что этот человек участвовал в националистическом батальоне с нацистским уклоном шевронный батальон озона в этом прямо указано человек с определенными взглядами действовал в определенных целях и это его именно так характеризует дальше если вы этого не понимаете или отрицаете то пожалуйста ситуации ситуации то какое отношение это имеет к тому что из-за того чтобы его посадить за был захвачен самолет и самолет не был захвачен вы утрируете мягко говоря так и вы так и вы примерно тем же самым занимаетесь да а если бы он воевал на стороне донецких сепаратистов как бы вы к этому относились плюс семь девятьсот три семь девять семь шесть три три или да или как называют добровольцев тут кому как тут вопрос оценки я честно говоря я не прослеживаюсь связь более что тем более что ну не знаю вот у нас совершенно другая информация если уж в эту сторону копать и может быть вы про может быть и участвовал боевых действиях на украине окей а как я должен относиться к иосифу пригожину который участвует в таких и чьи люди участвуют таких кровавых замесах таким количеством ужасных совершенно преступлений в на территории огромного количества государств по всему миру как я к нему должен как интересы родины здравствуйте семьсот тридцать сто и один даже сейчас вот сообщение александр нам из москвы написал меня уже долгое время мучает один вопрос когда моя родная страна перестанет поддерживать всяких людоедов когда мы встанем в один ряд с цивилизованным миром а не с маргиналами ведь в руках каждого диктатора находятся миллионы жизней да семьсот тридцать сто и один здравствуйте не давай другую линию не вопрос так еще такие комментарии расследование расследование свободной россии показала что сообщение о минировании самолета пришло на 25 минут позже чем приказ диспетчера о посадке значит лукашенко врет это не только расследование свободной россии это вообще ряд сми по моему дели без что ли американское издание причем они в своем расследовании ссылаются на оригинал вот этого самого письма сообщение о возможном минировании борта авиакомпании райнер и они действительно выяснили что пилотам сначала сообщили о том что пришло письмо с такими угрозами а само письмо пришло на 24 минуты только 24 минуты спустя это вот новость которая появилась сегодня здрасте 730 сто и один так итак друзья мы говорим о перспективах о перспективах беларуси на ближайший год ведь решил вот такой вот короткий в промежуток времени почему я должен верить командира азова нет вы не должны еще раз вопрос звучит следующим образом то как сейчас был фактически захвачен гражданский самолет ради задержания одного человека это как-то вот то что он возможно служил в азове это делает действия лукашенко легитимными другая страна другие интересы если брать возможную на возможную службу в азове во что еще раз я повторяю он служил в националистической организации с которым который я не испытываю никакой который не радует мой глаз и не испытываю никакой любви есть про мои личные отношения но воевал в гражданской войне если это так еще раз по нашей информации вообще не соответствует и как пишут наши слушатели если вы ссылаетесь на шаре тогда уже ссылайтесь и на симониан тоже подожди секундочку на шаре я слышал да нет ну ребят тогда вообще даже этот кейс можно не рассматривать здрасте да что у нас сегодня с линией да здравствуйте добрый нет друзья пишите как-то как-то что-то у нас сегодня что-то не то сказали в смысле что нас уже из беларуси глушит это имеешь ввиду да протасевич рассказывал у дудя что он действительно ездил на украина в украину но делал это именно как журналист проведем логическую цепочку рогозин зиговал лет 20 назад а сейчас владимир назначил его главой роскосмоса о чем есть фотографии а чем есть прямые подтверждающие фотографии алексей из киева просят в тебя чем-нибудь бросить зачем за на украине а все простите простите исправлюсь но вообще вообще алексей у нас здесь в этом смысле вот демократии принято принято виноват исправлюсь так 730 101 телефон прямого эфира кстати ребят хорошие новости подрядной организации ржд уже приступили к трудоустройстве первых осужденных которые будут работать над расширением бама с 15 июня на смену заступает 600 там осужденных разнорабочие бетонщики и арматурщики значит работать заключенным будет так сказать предложено уже на объектах восточного полигона модернизации модернизации бама и транссиба которая требуется для вывоза больших объемов угля из якутии в китай значит в ржд эту информацию правда не комментирует но тем не менее она есть вот ты знаешь это удивительно у меня такое ощущение что судя по некоторым сегодняшним новостям которые нас касаются работать и скоро будут одни заключенные а мы с вами будем отдыхать потому что так же так же было да но вот сегодня минтрут заявил о том что там готовы рассмотреть предложение о четырехдневной рабочей неделе да вот это меня парадоксально ребята с твоего позволения еще про заключенных значит ну вы помните буквально несколько дней назад до 20 мая по александр калашников глава всен заявила о том что мигрантов них нет в стране по разным причинам поэтому надо знамениться россиянами отбывающими наказание в тюрьмах будет не гулак абсолютно новые достойные условия значит в том числе он пообещал заключенным проживание в общежитиях или даже самостоятельную аренду квартир там серьезные заработки тут красные цифры фигурируют значит по предварительным прогнозом согласно статьям по которым сидят на участие в этой госпрограмме при может придет давать 188 тысяч человек вот а и даже их недостаточно потому что в целом нехватка рабочих рук в россии сейчас порядка одного миллиона рабочих на рабочих и так далее то есть 188 тысяч жеков зэков примерно плюс-минус 300 тысяч 300 500 тысяч гастарбайтеров это если граница откроется коронавирус там все дела соответственно все равно еще 300 тысяч надо посадить вот по статьям это же первое же сообщение о том что нам надо больше закона надо больше заключенных все верно значит при этом ольга романова которую вы знаете да это глава замечательного проекта трусидящая она правильно прокомментировал всю эту историю сказав что труд зэков будет стоить гораздо дороже в итоге чем труд мигрантов и даже труд обычных российских граждан еще дороже да во всем заявили что осужденные к принудительным работам получать до двуссот двадцати четырех тысяч рублей но нет вы знаете тогда мы горде его прямо с тобой сейчас совершаем мелкую кражу и отправляемся сразу по этапу романова объяснила это расходами транспортировку конвой питание обеспечение мер безопасности и так далее ну понятно здрасте 730 101 телефон прямого эфира да что ж такое да здравствуйте вы в прямом эфире наконец-то зазванились даже не прошу вот изумляет очень позиция некоторых звонящих более того даже позиция некоторых внешнеэкономических наших деятелей которые видят только один конец у палки вот пропасили чем плохой а захар прилепен совершенно в такой же ситуации но вот он хороший сравнение вот и и далее мне вот очень интересно почему то вот сейчас не поднимается в эфире тема о девушки которая сейчас арестована софия сапега есть такое дело граждан к россии вот да и мне вот интересно когда виктора будто задержали сколько было шума сколько внешнеэкономических усилий какая позиция не да и сейчас только лишь уведомление о том где она находится и сообщение отцу почему такая разница в отношении к абсолютно одинаковым гражданам российской федерации где равенство запрещено закреплено давайте так значит я формулирую вопрос для александра для александра нашего слушателя жень спасибо огромное абсолютно все правильные вопросы которые так волнуют судьба батальона азов значит вопрос очень хороший почему наше государство по-разному защищает официально признанного с вам с пожизненным сроком или даже с несколькими пожизненными виктора бута на оружейного барона российского который торговал вооружениями по всему миру во всех горячих точках вам засветился вот и про замечательную студентку молоденькую госпожу с опеку почему то не такой разная смотри я готова тебе ответить вместо нашего слушателя александра который говорит что он нифига не постоянный тем не менее его другие слушатели уже по голосу узнают не знаешь почему потому что будут в азове не служил все аргумент все тем временем вопрос и второй вопрос это про захара прилепина способного кстати литератора прошлом во всяком случае который открыто в камеру рассказывал и печалился что у него закончилась возможность значит там как и некоторые ведущие федеральных каналов и отстреливать на востоке украины что касается информации о софи сапеги к ней не допускают адвоката я напомню что она была задержана вместе с романом протасевичем допустили к ней российского консула сделали это только на третий день после задержания пресс-старше посольства россии в беларуси заявил при этом что цитата дипломаты предпринимают меры по защите интересов нашей гражданки с самого начала ситуации но тем не менее один из ее защитников говорит о том что ни один из адвокатов к ней не может попасть а под стражей она находится уже сколько четыре получается где нота протеста российского мида где отзыв посла в республике беларусь на консультации например она консультация какая-то явно заявленная позиция государства данный вопрос не наблюдает да я напомню что ей предъявлены обвинения такие же как по первому обвинению роману протасевичу это организация массовых беспорядков а это соответственно максимальный срок это 15 лет 730 101 телефон прямого эфира серебряного дождя друзьям оставайтесь с нами не забывайте про видео трансляцию в youtube мы благодарим наших рекламодателей спасибо за успех посиди в ютубчике две минуты да но я не знаю у меня не работают сообщения почитай смс хорошо всем привет так история с четырехдневной рабочей недели вас затронула это депутаты и вся верховная рать будет как работать наташа из калининграда все остальные по-прежнему по 5 дней ну на фоне этой замечательной истории про депутатов госгурдума которые ушли в отпуск на 4 месяца с сохранением заработной платы а заработная плата по 670 тысячи даже выше чем в госгурдуме я такие цифры веду это конечно да а как вам извините меня то что даже сегодня обсуждала в первом часе история с 45 возвращением прогрессивной ставки налогообложений для самых наших богатых до 1 процента соотечественников до 45 процентов налоги до 45 процентов вы представляете себе во первых у нас этот самый один процент это у тебя информация была большую про 45 процентов ндфл для это предложение торгово-промышленной палаты для одного процента населения для 1 процента самых высокопоставленных работников да высокоплачиваемых прошу прощения потому что там торгово-промышленная палата посчитала что вот эти вот меры по увеличению до 15 процентов ндфл для тех кто получает это и есть один процент но они говорят недостаточно недостаточно они должны платить 45 смотри они предлагают обнуление налогов и обнуление сборов с фонда оплаты труда для тех у кого зарплата ниже 13 тысяч понятно а я посчитал что не будем забывать если речь идет о 45 процентах ндфл у нас же с вами еще 22 процента отчисления в пенсионный фонд 5,1 медицинское страхование и 3 процента 1 десятый фонд социального страхования и того плюс 13 процентов ндфл а для всех кроме самых богатых сейчас мы с вами платим с наших белых денег 43 целых и две десятые процента налогов просто часть мы платим сами а большую часть платит за нас работодатели зарплата белая соответственно предлагает с 13 до 45 процентов это соответственно с приветом набутов ребят для тех кто не следит за youtube-трансляции тут начали обсуждать предложение которое озвучила накануне торгово промышленная палата россии снова снова подняли тему прогрессивной шкалы налогообложения так вот там предлагают для самых высокооплачиваемых работников увеличить налоговую нагрузку повысить ее до 45 процентов и имеется ввиду вот как витя отметил именно видимо один процент тот самый вот этих работников у тебя в информации для одного процента самый а у нас один процент это те кому уже повышен ндфл до 15 процентов 15 процентов это ужас что у нас всего один процент населения зарабатывает 5 миллионов рублей в год и выше в год год не а месяц и речь в год и эти люди предлагаются вместо 15 значит платить 45 я еще раз я посчитал быстро плюс 45 плюс то что платит работодатель сверху плюс 22 процента пенсионный 5 1 медстрахование и 3 1 фонд соцстраха я понимаю что минимальные налоги у нас если вы получаете чистую белую зарплату составляет 43 целых две десятые процента а еще 13 платите вы а все остальное ваш работодатель еще раз я благодарю нашего слушателя олега который когда возникают подобного рода разговоры все время аккуратненько олег спасибо это всегда очень в кассу присылает количество в процентах разнообразных налогов 13 ндфл 22 пенсионный фонд 5 1 умс 3 1 фсс 15 в среднем косвенный налог ндс 8 в среднем прочие мелкие налоги и госпошлины и того 66 целых и два десятых процента налогов платит каждый гражданин этой страны давайте я считаю не совсем корректным сюда докидывать налоги которые зашиты в товарных услугах ну можно по-разному подходить тут разная может быть логика но тем не менее это двойное налогообложение ну вот и может получать зарплату здесь а таки и за границ тех местах где нет ндс ой я бы не отказалась но у нас как правило так живут совсем другие люди мой дорогой самое главное россияне дорогие мои вы можете нас любить гордивы или не любить но вы должны понимать что если вы получаете белую зарплату вы платите вместе с вашим работодателем 43 целых . две десятые процента налогов это если у вас 13 процентов ндфл а если вас 15 то есть вы у вас чуть побольше зарплата не не бог весь какая 400 тысяч в месяц но большая по российским меркам но не смертельные деньги извините меня средняя зарплата какого-нибудь программиста в любой там европейской стране то вы будете платить 45 соответственно если это предложение торгово-промышленной палаты пройдет а так вам предлагается еще с ваших 15 до 40 еще плюс 30 75 процентов у вас будет налоги как в швеции для олигархов ну единственная надежда единственная надежда ребят что до сентября это все тоже не переживай все парит здрасте до 730 101 до сентября они будут мироновские предложения по базовому безусловному доходу обсуждать но ты ты слышал какая там хитрая формулировка так он же сказал что мы скоро мы скоро собираемся внести в государственную думу закон на безусловном базовом доходе для россиян внимание но там же там не все так просто но обсуждаться он уже будет в следующем созыве государственной думы если вы проголосуете за нашу партию понимаешь гениально 730 101 здравствуйте вы в прямом эфире здравствуйте меня зовут руслан я звоню из екатеринбурга немножко сбившееся дыхание потому что я в спортзале на тренировке слушаю вас как всегда в наушниках на что работа на что работаете на что работаете сегодня что качаете готовлюсь к забегу который будет 30 числа ну как я понимаю во всех крупных городах круть оба полумарафон какой бежите а нет я в этом году без бегу всего лишь пятерочку потому что была травма недавно ноги на аккуратненько хорошо ты говоришь все равно я просто не смог помолчать решил позвонить потому что неоднократно уже слышу как в эфире приходят вот эти вот звонки от каких-то пропагандистских троллей и мне становится действительно страшно когда звонить ботники александра по крайней мере так он представился и говорит о том что вот он вам звонит он впервые не впервые высказывает какую-то якобы критику вот такие звонки происходят вольте часто и я заметил что вы их не комментируете сохраняется лицо то есть не строите догадок проплачены это звонки или нет но просто я как слушатель хочу мысли это место заступиться что ли сказать о том что но это очевидно звонят фейковые какие-то проплаченные сотрудники некого пропагандистского колл-центра у которых прямо видимо стоит я не знаю некая разнарядка сколько они даже у них не стоит не надо не прибил нет такого не знаю некоторых мне очень все плохо очень от уролога не вылазит в общем и ужас берет от того что ну похоже действительно такое существует потому что иначе объяснить природу этих звонков ну просто невозможно но тем не менее почему мы почему вы отказываете я бы знаете у меня есть там какие-то я встречал встречал людей скажем так коту для которых вот это мог бы там то что у человека и он служил в вот в националистическом батальоне на украине другого государства другом государстве участвовал там боевых действиях или не часто мы не знаем но неважно короче говоря что это аргумент чтобы чтобы негативно он он законом не защищен все плевать расстрелять его надо было прямо в самолете да конечно мы не берем в расчет что это не является никаким аргументом что-то дело не относится просто видимо ну уровень образованности и эрудиции этих людей не просто не позволяет по-другому какую-то обязательную базу строить но звонок они должны совершить галочкой нужно поставить поэтому они звонят и все что могут на то и говорят понятно что слепили там то и пихают в эфир но просто страшно что мне кажется что такие люди действительно получают зарплату за такую свою деятельность спасибо спасибо вам большое спасибо за такие слова поддержки теплый привет в екатеринбург ну и конечно удачи вам на марафоне друзья впереди мужские игры с никитой небырицким мы с витей точнее ведь прощается я пока нет завтра 8 утра вернется в эфир и не забывайте что у нас завтра пятница это значит что николай карлович звонит западет до свидания мой ласковый витя иди отсюда белорусская сказка прощай друзья оставайтесь с нами серебряный дождь сто ровно и одна десятая фм